Всем привет! Я Станислав Ивашкевич и сегодня мы подробно и со всеми доказательствами расскажем вам о том, о чем вы уже наверняка слышали. Шесть дней назад на литовской границе активисты из Рабочего Руха развернули две фуры с санкционными белорусскими удобрениями. Задержание освещал я. В то время мы уже работали над масштабным расследованием, потому как Гродно Азот жалуется, что их зажали санкциями, а на самом деле успешно эти санкции обманывают, обходят. Это расследование вел литовский портал Сиена, Рабочий Рух, ну и мы, Белорусский Расследовский Центр при поддержке киберпартизан. Итак, литовская граница. В ночь на День Святого Валентина все люди, как люди, ужинали со своими половинками, а я с ребятами из Рабочего Руха мерз на белорусско-литовской границе. Активисты устроили засаду, чтобы поймать грузовики, которые возят через границу удобрения в обход санкций. Поздней ночью по местному времени слышим крик дозорного «Наша фура». Итак, фура с азотными удобрениями из Беларуси без проблем проходит литовскую таможню, но на этом ее везение заканчивается. Активисты выходят на дорогу, я подбегаю к водителю взять комментарий. Загрузка на «Гродный азот» была, да? Да, на «Гродный азот» загрузка. Ага, хорошо. Просто почему спрашиваем, «Гродный азот» же под санкциями, нет? Я не знаю. Под санкциями? По идее, нельзя. Нельзя везти грузы в Евросоюз с «Гродного азота». Просто я не знаю. Не знаю. Водитель показывает документы на груз. Там ничего про «Гродный азот» не говорится. Но у активистов есть акт загрузки на «Гродный азоте», и там даже подпись его стоит. Короче, в Европу везут удобрения с подсанкционного «Гродного азота». Дальше подъезжает еще одна фура. Она колонной ехала с первой. Следом проходила границу. Водитель такой выскакивает. Что происходит? Ему «Ты тоже с «Гродный азот» с грузом?» Он такой «Ну да». Ему «Так, все, дальше не поедешь». Ну и, кстати, ребята оказались нормальны. Эти водители-сербы послушали о политзаключенных с «Гродного азота», о санкциях, призванных надавить с целью их освобождения. И даже сфоткались на фоне плаката. Вскоре на месте кипиша появляется литовская полиция. Через некоторое время еще пограничники. К часу ночи подключаются таможенники. Все они просят активистов прекратить акцию и отпустить фуры. Говорят, в чем дело, контроли не прошли, документы в порядке. Если есть претензии, пишите вот обращение там на деревню к дедушке. Ну и, наконец, через несколько часов прибывает уже более высокое начальство таможни. Оно разбирается с документами и видеодоказательствами. И момент триумфа. Говорят, фуру разворачиваем для дополнительной проверки. Честно говоря, я был этому уже рад, потому что подмерз. С 10 вечера хорошо за полночь это все длилось. Еще потом объяснительные писали до трех ночи. Кстати, все силовики литовские сначала пытались прогнать. А когда не получалось, то, ну, постоять немножко и начинают включать уже человека. И высказываются чувства. Там даже советы давали, как лучше это все сделать. На следующий день литовская таможня начинает служебную проверку возможного нарушения международных санкций. А тем временем в то же самое утро на следующий день на Гродно-Азоте было, очевидно, неспокойно. Руководство собралось на несколькочасовое совещание. И только спустя пару часов мы все-таки смогли дозвониться на личный номер генерального директора Гродно-Азот Игоря Ляшенко. Скажите, пожалуйста, вчера ночью на литовской границе развернули две фуры, загруженные у вас на Гродно-Азоте. А что вы собираетесь теперь делать? Я не обсуждаю эти вопросы. Если у вас есть желание со мной поговорить, есть пресс-центр. Подъезжайте, задавайте ваши вопросы. Я не разговариваю на эти вопросы и лицами, которые мне не известны. Вам нечего сказать по существу? Как это вы так через подставные компании? Ну и тут вопрос. Как же эти фуры прошли границу, несмотря на санкции? И сколько их таких? Сейчас мы это все расскажем, но сначала давайте вспомним, за что Гродно-Азот попал под санкции и почему то, что сейчас происходит с задержанными фурами, важно для нас с вами. Вот формулировка из решения ЕС о введении санкций. Гродно-Азот поддерживает режим Лукашенко. Рабочие Гродно-Азот, включая сотрудников завода «Химволокно», которые участвовали в мирных акциях протеста против режима и объявили забастовку, были уволены, запуганы и им угрожали, как руководство Гродно-Азот, так и представители режима. Таким образом, Гродно-Азот несет ответственность за репрессии против гражданского общества. После выборов в августе 2020 года сотрудники Гродно-Азота требовали от начальства публично признать фальсификации выборов, но, как они считали, и грозили остановить работу предприятия. Тогда милиция задержала 28 активистов, но периодические стачки не прекращались. Азотовцы присоединились и к общенациональной забастовке 26 октября 2020 года. Возле проходной тогда собралось около сотни человек, но приехали ОМОНовцы, задержали 32 человека, потом СМИ писали, что их избивали в автобусах, ну и дальше уже после этого разгрома руководство и следственные органы начали их дожимать на заводе. Одних увольняли, других задерживали. Сегодня за решеткой остается шесть бывших сотрудников Гродно-Азота. Бывшие работники Гродно-Азот считаются политзаключенными, их лишают права переписки, к ним применяются различные наказания, их периодически отправляют в карцер, в ШИЗО, то есть условия, скажем, мягко говоря, нечеловеческие. Ну и все их близкие находятся, в принципе, под контролем. Их контролируют, мониторят, ну и таким образом оказывают психологическое давление. У многих из них есть маленькие дети, остались жены, родители. Ну и, конечно, всем им приходится очень несладко. Санкции против Гродно-Азот, как надеются активисты, должны заставить белорусские власти прекратить репрессии против заводчан. Но по факту давления, как оказалось, нет. В прошлом году Гродно-Азот выплатил бюджету около 100 миллионов рублей дивидендов, хотя до санкции предприятие не всегда приносило прибыль и даже работало в убыток. Но благодаря договоренностям, которые Путин и Лукашенко подписали после нападения на Украину, Гродинское предприятие получило возможность поправить свое финансовое положение. В рамках этого договора Минск на три года получает дешевый газ, а в ЕС газ сейчас в разы дороже. Поскольку азотные удобрения делают из газа, завод сейчас и приносит в бюджет сверхприбыли. Ну и наконец, как вы увидите из нашего расследования, свою часть доходов от экспорта азотных санкционных удобрений получают кошельки Лукашенко, крупный литовский бизнесмен, замешанный ранее в крупном распиле белорусских государственных денег. Но давайте по порядку. Как же эти грузы с подсанкционного предприятия попадают покупателям? Смотрим накладную, которую нам показал водитель. Отправитель государственное предприятие Греком. Его создали летом 21 года. Директор Виктор Рамуальдович Русак. Проверяем его. Оказывается, что это мало того, что бывший начальник управления кадровой работы на Гродной Азоте, он еще был и председателем избирательной комиссии на выборах 20-го года на участке в общежитии Гродный Азот. Ну, то есть ниточка ведет на Гродный Азот. Но, может быть, бывший азотовец создал новое производство. Хорошая попытка, но нет. В руки рабочего руха попал акт загрузки на эту самую фуру. И там говорится, что загружалась она карбамидом на Гродно Азоте. Акт сделан на бланке Гродно Азот, с печатью Гродно Азот и подписью этого самого водителя. Ну, то есть то, что он там проговорился, нам на границе, это уже по большому счету ничего не меняло. Это деталь. А, но есть еще и сертификат качества на карбамид, который везла эта фура. И там тоже изготовителем указан Гродно Азот. Другими словами, Греком, указанный в накладной, это не настоящий отправитель. И никакого производства у него нету. А, ну и в придачу еще есть договор, где уже черным по белому написано, что Греком обязуется продавать продукцию Гродно Азота за вознаграждение. Дилер, короче. Из наших источников мы знаем, что всю грязную работу делают специалисты Гродно Азот. Они подготавливают все документы, находят покупателей, согласовывают условия договора и просто перенаправляют их в предприятие Греком, где просто ставятся штампы, подписи, и продукция таким образом отправляется в ЕС. И эта поставная контора Греком заключает контракт с сербской фирмой Ваклер. Вот для нее и везли задержанные грузы вот эти сербоводители. А Сербия, кстати, тоже присоединилась к санкциям ЕС против Гродно Азота. Итак, звоним этому русаку. Значит, напомню, это директор Греком вот этой левой конторы, при помощи которой власти обходят санкции, и он же, этот русак, объявлял лояльные для власти результаты выборов 2020 года. Что же он ответит на все эти обвинения? Давайте слушать. Хотел уточнить по поводу компании Греком, которую вы возглавляете. А как так получилось, что она поставляет в Сербию продукцию Гродно Азота, которая под санкциями находится? Алло. Алло, алло, прием. Виктор, русак. Вот, большая просьба к вам, наши зрители, накидайте, пожалуйста, в комментариях к этому видео фоток или мемов, как могло выглядеть лицо этого русака, пока он молчал Олесю в трубку. Судя по документам, которые мы получили от рабочего руха, в течение года Гродно Азот должен был поставить через Греком карбамида в Сербию примерно на 20 миллионов евро. А тем временем власти Белоруссии такие, а что, так можно было? И вот это вот все санкции на этом и все? Так, ну-ка, кто там у нас из азотовцев активничал в 20-м? Смотрят. Андрей Ханевич, азотовец, аппаратчик, 5 лет колонии. За что? За разговор с журналистом Белосада. Трое детей у него. Эдуард Исаев, 3,5 года колонии за лайк под постом с изображением Лукашенко. Ну, группа называлась СтопЛука, поэтому я могу себе представить, что там было за изображение Лукашенко. Но, тем не менее, маленькие дети остались с женой на 3,5 года. Еще трое бывших работников Гродно Азота, Владимир Журавка, Сергей Шелест и Андрей Пагирила, уже более 16 месяцев удерживают в Гомельском СИЗО. Белорусский суд дал им от 14 до 15 лет колонии усиленного режима. Правозащитники признали политзаключенными. В данный момент большое количество работников Гродно Азот, химволокно уволено, и некоторые сидят за решеткой. И санкции, которые вводились против предприятия Гродно Азот, должны были оказать давление и повлиять на то, чтобы этих людей отпустили, чтобы люди вышли на свободу. Итак, Рабочий Рух раскрыл канал экспорта азотных удобрений в обход санкций при помощи фур. Больше подробностей можете посмотреть в видео на их канале, которое тоже вышло сегодня. А мы вместе с нашим литовским партнером, расследовательским изданием Siena.lt, посмотрели, что же происходит на главном маршруте экспорта удобрений, на железнодорожном и на морском. А теперь давайте переместимся из холодных литовских привалок к берегам Персидского залива в крупнейший торговый и финансовый центр Ближнего Востока – Дубай. Третий в мире по важности центр экспорта после Гонконга и Сингапура. Налога на доходы нет, на прирост капитала нет. Там, как известно, сидят многие крупные кошельки Лукашенко. Олексин, Зайцев, Зингман, Певтьев, Каричи сидят, в смысле, что у них там головные компании. И удобрения ходят тоже сюда азотные. Вот здесь размещена компания DP World Commodities and Logistics. Заключили договор об импорте 30 тысяч тонн карбамида из Беларуси на 15 миллионов евро. Поставщик техно-спецтрейдинг. С помощью киберпартизан ищем, нет ли там связи с Гродно-Азотом. И да, действительно, там работают специалист по логистике Сергей Пелец и инженер Петр Пасиков. Это бывшие работники Гродно-Азот. Но вы скажете, ладно, это же косвенно. Хорошо. Смотрим дальше. Сертификат качества, согласно которому в Дубай ехал этот карбамид. Удобрения соответствуют стандарту ГОСТ, ну вот с этим номером. Точно такой же продукт выпускают на Гродно-Азот. Хм, но может быть это просто совпадение? Что, мало ли что ли производителей карбамидов в Беларуси, которые могут делать по такому ГОСТу? Ну вот в том-то и дело, что мало. А если точно, то один. Гродно-Азот. Сейчас кто-нибудь напишет в коменте. А вдруг техно-спецтрейдинг построил какое-то новое карбамидное производство, вот прямо как на Гродно-Азоте, с такими же ГОСТами? Но давайте прикинем. Проекты такой стоимости у Беларуси анонсируются за годы до того, как к ним даже приступить. Ничего такого в прессе не было. Зато была информация о том, что власти Беларуси в разгар санкций собираются увеличить мощность карбамидных цехов на Гродно-Азоте. Проект по модернизации оценивается в четверть миллиарда долларов. Ну и для верности мы отправились по адресу техно-спецтрейдинга, чтобы своими глазами увидеть развитое производство, появившееся неоткуда. И, о чудо! Нет, на самом деле чудо не случилось. Техно-спецтрейдинг зарегистрирован в Минском частном секторе в Дражне. И его офис это обычный коттедж. Никакого производства мы в нем, конечно же, не нашли. Сиена связалась с техно-спецтрейдингом по телефону, чтобы прояснить детали. Но владелец Дмитрий Гошко отказался с нами говорить. Говорит, очень-очень занят. Короче, схема та же, что и с фурами. Просто зарегистрировали отдельное юрлицо для экспорта. Потому что санкции не против продукта, а только против юрлица Гродно-Азот. Ну вот, белорусские власти открыли новое. А торговая палата выдает им фейковые сертификаты производителя. Короче, схема уже, в принципе, ясна. Но есть еще несколько интересных моментов. Смотрите, кто указан экспедиторами в накладной. Ну, то есть, перевозчиком. Фирма «Рузэкспедиция». Что за она? А раньше она принадлежала логистическому оператору «Бременно Групп», которым, в свою очередь, владеют Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев. Все под санкциями ЕС, как кошельки Александра Лукашенко. Но «Рузэкспедиция» уже не подпадает под санкции, потому что там есть еще одна санкционная дыра. Вот если против людей ввели санкции, а они владеют каким-то бизнесом, они просто могут переоформить этот бизнес на других людей, и их фирма уже не под санкциями. Вот они и сделали это с этой «Рузэкспедиции». В 2020 году переписали на доверенное лицо Евгения Крохотина. Фирма эта зарегистрирована в особоэкономической зоне «Бременного Орша» и освобождена от большинства налогов. То есть, эти кошельки Лукашенко мало того, что зарабатывают на санкционном экспорте, так еще и налогов не платят. Мы дали слово Крохотину. Он говорит, духом ничего не слыхивало ни о каком обходе санкции. Есть перечень групп, перечень товаров, перечень предприятий, которые подали под санкцию, значит, мы не участвуем в этом. У нас чистое грамотное, которое не санкционное, поэтому нам неинтересно тоже попасть под какие-то параллельные санкции, чтобы возможность было работать и обеспечивать людей работать. Смотрим дальше. Кто импортер груза в Литве? Какая-то компания «Рогера», зарегистрированная в Каунасе. Наш коллега из литовского расследовательского центра Сиена, Шарунас Черняускас, съездил в офис этой компании. Вот только оказалось, что по указанному адресу расположен не офис, а гараж. Короче, получается, импортер Липовы. А его владельца найти не удалось, хотя мы и звонили, и писали. Смотрим дальше на цепочку погрузки. И видим еще одного нашего старого знакомого. Обслуживает груз фирма «Фертексас Транспортас». Эта фирма – фигурант нашего прежнего расследования о том, как распиливают прибыли Беларусь-калия. Напомним, еще в 2013 году Беларусь-калий купил долю в клайпетском терминале БКТ, чтобы экономить на перевалке калия, который экспортируется по морю. Но, как показало наше расследование, литовский владелец и директор БКТ обложили экспорт беларуского калия фирмами-присосками, на которых оформляли услуги по завышенным ценам. В результате все эти фирмы получили от Беларусь-калия только на переплатах сверхрыночной цены больше денег, чем вся годовая прибыль, которую получил этот беларусский гигант, один из крупнейших в мире производителей удобрений. Похоже, что после того, как Литва остановила транзит беларуского калия, БКТ вместе со своими фирмами-присосками начало сосать деньги при помощи этих фирм-присосок с экспорта азотных уже удобрений из Гродно. И вот они стоят, 15 зеленых вагонов с удобрениями в литовском порту. Нам, правда, никто не разрешал их снимать, но, надеюсь, не обидится. Ну и, наконец, владелец вагонов – белорусская компания Global Fertilizer Company. Ее основала гражданка России Диана Ибрагимова. Информация о ней самой говорит немного. Но, когда мы ей позвонили, оказалось, что она имеет о своей этой фирме очень смутное представление. И перенаправила нас к человеку, который действительно занимается этим бизнесом – некой Ирине Фадеевой. А вот Фадеева – это совсем другое дело. Она – бывший сотрудник Белнефтехима, в который входит Гродно Азот. А с 2001 по 2008 годы КГБ выдавало ей специальное разрешение на выезд. Необходимость такого разрешения может указывать на то, что она имеет доступ к секретной информации, связанной с национальной безопасностью. Мы можем однозначно утверждать, что такие схемы обхода санкций утверждаются на верхах. То есть режим Лукашенко однозначно курирует такие схемы обхода санкций и принимает непосредственное участие в создании таких схем. В разговоре с нами Фадеева раньше говорила, что просто как юрист помогла с регистрацией фирмы Global Fertilizer Company, но чем занимается фирма, она, мол, не знает. Мы пишем за комментарием в БКТ. И там отвечают, что любой груз, перегружаемый на терминале, проверяется государственными учреждениями Литвы, и компания полностью доверяет их компетенции. Короче, намекают на то, что по документам у них все хорошо. Но мы ведь знаем уже, что хорошо выглядит только благодаря схеме с подставными производителями. А еще БКТ говорит, что не располагает информация о компаниях Гродно Азот, Техно Спецтрейдинг и Рогера, так как не развивает с ними никаких отношений. Любая иная информация о переваливаемом Грузии является коммерческой тайной, подчеркнули в БКТ. Министр транспорта и коммуникации Литвы Мариус Кодис пообещал разобраться с этими поставками. Судя по предоставленной вами информации, это похоже на какую-то схему, потому что откуда едет груз и кто его производитель, все очень ясно. В ближайшее время, насколько я знаю, уже готовятся документы. Я буду обращаться в госорганы и прокуратуру, и службу по расследованию финансовых преступлений, чтобы они разобрались, что и где. Ну и в литовской железной дороге тоже сложили уже 2 плюс 2 и догадались, если санкции ввести не против юрлица Гродно Азот, а против его продукции, то все эти схемы пойдут прахом. И Лукашенко недосчитается 50 миллионов долларов, которые Гродно Азот выплатил в бюджет в прошлом году. Если бы и компания, и производимая ею продукция попали в санкционные списки, то мы бы добились того, что эта компания больше не смогла бы делать то, что она делает сегодня. Итак, что мы выяснили по итогам нашего расследования? Санкции против Гродно Азот обходятся до смешного легко. Просто регистрируется новое юрлицо. И благодаря этому в разгар санкций Гродно Азот наращивает производство и выплачивает в бюджет многомиллионные дивиденды. Ну а кроме бюджета, как мы выяснили в ходе нашего расследования, зарабатывают на этих схемах кошельки Лукашенко и персонажи с историей распила десятков миллионов долларов на белорусском кале. Но благодаря нашему расследованию весь этот праздник жизни вскоре может закончиться. Будем вас информировать. А, ну и про покупателей уже постскриптум. До Сербии удобрения с Гродно Азотом фуры так и не довезли, но пока что разбираются с ними. Доехал ли груз до Эмират мы тоже не знаем. Не исключено, что на самом деле этот карбамид ни в какие Эмираты не доезжает, а может оседать в ЕС, где его и продают. Ну что ж, еще один важный момент. Это расследование появилось при содействии наших патронов. Их имена и ники вы видите теперь на экране. И если у вас есть желание и возможность поддержать нас на Патреоне или через функцию Суперспасибо, можете это сделать, чтобы мы могли делать больше. А также ставьте лайк, оставляйте свои комментарии и не пропускайте наше новое расследование. Их сейчас у нас будет очень много. Вот прям не терпится рассказать вам все эти вещи, которые даже не знаешь смеяться или плакать, но в любом случае их важно знать. До встречи.